Так это сейчас фестиваль полезных практик, вот эта идея, что такое? Пирамида света, это фестиваль полезных практик, да. Идея была, знаете, какая, Георгий Петрович, идея, когда мы сделали, как вы газету понимаете? Идея соединить читателя. Так вот, употребляя проросшую пшеничку, вы тем самым будете поставлять толстому кишечнику вообще организму вот эту вот и энергию, и витамины, которые приведут к тому, что ваш организм начнет лучше работать, толстый кишечник лучше работает, и те заболевания, которые, знаете, возникают у человека, там повышенное давление, сосуды, суставы и даже раздражительность, а он это не связывает, что он в туалет ходит там раз, два, три дня, думает, это нормально. А это как раз токсическая нагрузка на организм, которая приводит и к лени, и к некоторой апатии, и, естественно, проблемам с суставами, с сосудами и сардентом. Как только мы наладим работу желудочно-кишечного тракта, куда-то эти заболевания опачки и делись. Вот интересно, да? Вот, видите, я вот могу вам сказать, вот пейте морковный сок свежевыжатый, а соковыжималки у каждого имеются человека, это уже напряжная рекомендация. Зато сходить на базар и купить пшеницы сразу в ведро. А назовут там какие-то копейки и, пожалуйста, проращивайте. Как проращивать? Я кратко скажу, но более подробно, кто хочет узнать, это у меня на канале YouTube. Малахов, Геннадий, набирайте. Там такой называется отдел целебной кулинарии, где я там показываю, как проращивать и так далее. Кратко, то есть, знаете, вот одно можно там сказать, какое-то средство оздоровительного. Это все равно, что при выполнении надо в космос слетать. А ракеты у меня нет. Я думал, слетал, да ракеты нет. А тут вы просто смотрите, взяли сразу чашку зерна, хорошенько его помыли, чтобы она не грязная была. Если кто-то боится, что там могут быть какие-то там поразители, еще, буквально одну-две крупинки марганцовки там только в водичку, чтобы она так слабо-слабо, минут на пять-десять, чтобы это зерно в водичке постояло, значит, все это слили. Зерно у вас чистое, зерно у вас влажное, зерно у вас чистое, да? Вы ее промыли, значит, залили полностью, чтобы оно было под водой. И поставили, вот с утра вот эту процедуру сделали, поставили, в течение дня оно у вас стоит. Вечером вы берете аккуратненько, ну, крышкой накрываю, знаете, только раз, сливаете воду, она у вас влажненькая, и также под крышкой вот это влажное зерно оставляете на ночь. За ночь, если зерно хорошее, оно, как правило, прорастает. Если проросто где-то примерно вот полмиллиметра-миллиметр, и пусть хоть так будет, значит, там где-то процентов 70 проросло зерно, а там где-то 30 еще не проросло, нормально. В целлофановый пакетик и кладете в холодильник. Все, в холодильнике зерно постепенно будет прорастать, постепенно. А вы в течение недели, двух, а то и трех, будете брать и вот так вот поступать на блендере. Если нету блендера, значит, в борщ я иногда кладу горсточку в борщ, хорошо пожевал борще. Если нет, я в салатик, я в салатик добавляю, пожевал вместе с салатом, когда она как-то это. Либо же блендер, но блендер оказался лучше всего. Вот так вот вы поступаете, и вы получите, знаете, вот я со своего собственного опыта вам скажу, я использовал самые разнообразные витамины, и дорогие, и импортные, и т.д. Оказывается, прорушил все равно лучше всего. С кожурой, да? С кожурой. С кожурой, да. Вы же ее как раз примерите. И вот это уже кожура-то. А вот, как говорится, вы знаете, я вот много рассказывал, вот что такое хлеб? Хлеб, кстати, раньше хлеб был, я такую интересную передачу послушал, вот я, бывает, телевизор слушаю, как бы фоном слушаю, А там что-то такое интересное, только рост сразу, внимание. Значит, раньше хлеб был полноценный, полноценный продукт. Ну, как говорили, хлеба и зрелищ. Люди поели хлеба, им больше ничего не надо. То есть хлеб заменял там и мясо, там даже и овощи, и т.д. Почему? Да потому что его переменят, там была оболочка, это микроэлементы, там был зародыш, это значит витамины, биологически активные вещества, и там был крахмал и белки, в том числе, которые нам нужны. Все, нам ничего не надо. Это полноценное питание, здоровое полноценное питание. Далее, для того, и именно на этом питании наш желудочно-кишечный тракт и организм привык работать за многие тысячелетия. Ему надо, значит, белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и плюс это клетчатка. А в современном храме, смотрите, для того, чтобы его лучше было хранить удобнее, не в виде зерна, а в виде муки. Оболочку удаляют, зародыш удаляют, потому что чтоб плечо там не забродило. Остается крахмал. И вот без этих двух компонентов наше питание становится неполноценное. А раз оно не полноценное, у нас начинают различные там недомогания, потом заболевания. Очень хорошо это, знаете, было прослежено, когда научились шлифовать рис. Там вся эта, юго-восток Азии питался рисом, изобрели шлифовальную эту машинку. Только раз, рис пошлифовали и буквально на следующий год, два, три, что возникло? Возникла болезнь, бери-бери, массово. То есть не было этого, поймелось. Многие болезни, которые сейчас возникают, вот как Вы говорили, из-за сидячего образа жизни, это болезни нашей цивилизации из-за того, что мы, пытаясь улучшить что-то, на самом деле его ухудшаем. Ухудшая вот, вот, получается, что, с одной стороны, смотрите, опять-таки, медицина, такие достижения, а как народ болел, так и болеет, если еще даже не больше. И прививки делаем, и еще что-то там такое. Просто из-за того, что вот эти вот вещи нарушились. И некоторые люди знают, и некоторые люди понимают, но есть такое слово «бизнес», «деньги», кто-то на этом имеет, и это их особо, как бы сказать, не волнует. Так, значит, что бы я еще хотел Вам рассказать, значит, смотрите, про то, что Вы можете полноценно снабдить свой организм, особенно детей, которые растут, им там надо, детей, себя, вот этими вот витаминами из пророчных зерна, и причем, понимаете, комплекс идет, вот этот там витамин группы В там, еще там что-то, а он там кристаллический, он там особо не работает, а тут все, все работает. То есть детки будут более там здоровы, значит, Вы там сохраните себя в среднем возрасте, пожилом и старческом возрасте. Вот такие вот простые рекомендации, незамысловатые, казалось бы, но я постарался Вам объяснить механизм их работы. Вот, что, что, когда человек понимает механизм работы, тогда, ага, да, вот я, я буду этого придерживаться. И технологию, чтобы эта технология была такая упрощенная, но, тем не менее, знаете, ничего не потеряла, то, что надо. Я немножечко расскажу про своего деда. Вот дед мой по материнской линии, как они говорили, он страдал животом. Он страдал животом, вот так вот, он страдал животом, и все сказано, да? А что, что ж было причиной? Он, допустим, поел борща, там, с сальцом, там, кусочек мяса, там, может, там, с картошкой или еще чем-то там. Любил все это запивать холодной водой. Что у нас получается? Смотрите, мы с Вами съели борщ, у нас тут что-то, желудок обрабатывает. Второе съели, он тоже обрабатывает, выделили свои пищеварительные ферменты, выделили соки, началось пищеварение, все как положено. И только холодная вода, раз, а желудок-то любит, что он любит? А он любит тепленькое, значит, как только температура понизилась, значит, эти ферменты неактивны, они будут тогда, когда температура вновь поднимется. Плюс, желудочно-кишечные соки разбавились, крепость лета, пищеварение стало, стало, забродилось, и та-та-та-та-та, и вот страдания с животом. От этого, кстати, сердце, это тоже теплый орган. Он, вот сейчас, январь, он самый слабый. Сейчас, согласно статистике, наблюдается самое большое количество там сердечных заболеваний. Не с отсутствием, а сердечных. Именно по причине того, что температура понизилась, это воздействует на него. Ну, вот просто от слабости сердца там помирает они еще. Поэтому тепленькое, любит тепленькую. Значит, что мы можем? Мы можем чайок тепленький. О! Вот с вами говорю, значит, оздоровление – это бесконечная тема. Чайок. Какой чайок полезен для сердца и сосудов? Кто-нибудь скажет? Ну-ка скажите. Травяной? Травяной. Звучит так дровяной. Знаете, вот так вот просто сказано. Зеленый там, черный там еще, травяной. Но травяной – это так, ну, как бы сказать, как бы сказать, никак не сказать. Вот, с моей позиции. Смотрите, что оказывается. Сердце любит легкость. Оно такое. Чай. Зеленый. Чай. Черный. Обладает вяжущим вкусом. И если мы с вами, вот особенно для тех, которые там любят чайфилин, слишком много пьем этого чая, этот чай за счет дубящих и вяжущих свойств наши сосудики делает черственные. Вот так вот. Понимаете? Они уже не так расширяются. Естественно, сердце, что вот так раз, оно, как бы сказать, раз и подзавязало, подзавязало. Ну, как хурма. Вот мы съели, а то как завяжем, да? Вот. Поэтому чаек, если вы хотите чаек пить, вот, там разные фракции есть. Вот самая полезная такая – заварили, вот этот дух пошел, ах, да? И вы сразу его раз и пьете. Чем больше стоит, настаивается тот же зеленый этот чай, тем больше вот этих вот танинов, дубящих веществ выделяется, которые начинают неблагоприятно действовать на сердце и сосуды. Понимаете? Тут очень важно углубить золотую середину. Значит, если сразу, вот вы пьете, когда он душистый, нормально. Если постоял душистый, если исчезает, и вы видите, он уже такой-то подчернел, там, ну, вот эта, окрасочка. Вот это уже вот эти, вот они, значит, выделили, если он будет так хорошо. Такой человек полезен, допустим, если имеется расстройство в желудке, в кишечнике. Ну, он в кишечнике, он хорошо против микробов, но не против сердца. А сердце любит, знаете, какие травки? Я бы даже не сказал, что вот мяту там как-то любят. А вот, смотрите, спорыш и полевой хвост. Те травы, которые делают воду вот такую, знаете, какую-то нейтральную. Она, вроде бы, как бы, сказать, такая, такая, как бы, становится мягкая. То есть, если вода жесткая, если это, вот они ее более умягчают. И такая вода очень хорошо действует, чай такой, на этом самом деле. Действует очень хорошо на наше сердце. Вообще жидкость. Пробывает почки, сердце. Вот. Нормально действует еще и ван, чай. И, знаете, опять-таки, вот удивительно, на сердце очень хорошо влияют чаи из лепестков. Из лепестков. То есть, лепестки абрикосы, там, лепестки там еще чего-то, еще чего-то такое. Какой-то душистый, что параматинки. Вот это то, что надо будет. Да, и любителям сладкого, запомните такую вещь. Опять-таки, слишком много соли в пище. Соль делает кровь тяжелой. Значит, сердцу надо качать сильнее тяжелую кровь. Это нагрузка. Сахар. А сахар сушит кровь. Представляете? Он сушит, он тоже делает вязкой, сушит. Поэтому сахарка поменьше. Я сам любитель сладенького, поэтому я, ну, не восемь кустов беру, а четыре. Геннадий Петрович, я вынуждена все-таки остановить. Я понимаю, что можно вообще бесконечно вас слушать. Очень интересно. Друзья мои, у нас сейчас есть буквально время, ну, 7 минут задать парочку вопросов. Кто хочет вопрос задать, поднимайте, бывайте микрофон, будем это делать. И Геннадий Петрович будет отвечать. Ну, что я могу сказать? Значит, наша медицина, то есть надо проводить реформу медицины. Вот сейчас у нас создается новое правительство. Подождите, я скажу. Нет, вопрос. Хорошо. Вот смотрите, у нас сейчас идет заболевание как ДЦП. То есть дети повально болеют заболеванием ДЦП. В Америке так же все было. Там остеопаты принимают роды. То есть правят шейное отдел позвоночника. И у них все-таки прекратилось. Для меня такой вопрос. Когда у нас в России роды будут принимать остеопаты, мануальные терапевты, там, постеправые и так далее. То есть это глобально у нас, понимаете, тема. Дети рождаются больными. У нас очень много фондов, а что толку? Вот вопрос. Вы знаете, я могу на этот вопрос ответить. Все заключается в активности населения. Вот если мы сейчас с вами поговорили вот именно на эту тему, хотя бы сейчас все, все напишут, вот тот же министра, правительство, письмо. Вот как вы сказали. Мы хотим такое-то, такое, чтобы снизить вот это. Все должны. Если вы один, я или еще кто-то, это капля в муре. А когда все население скажет, мы хотим вот так, значит, тогда начнутся приниматься реформы и работать законы. А так ничего не будет. Так, спасибо. А проношенную пшеницу каждый день кушать? Вы знаете, как хлеб вы едите каждый день. Каждый день, пока не надоест. Я обычно, знаете, вот просто прорастил и сколько там, за неделю съел. Потом я немножко разленился. Неделя-две пройдет. Потом я опять, допустим, пророщу. Опять съел. Месяц разленился там. А потом еще. Вот так вот. Давайте предпоследний вопрос. Скажите, кальцинос сердца и сосудов как можно помочь? Можно прорашивать. Овес можно прорашивать. Все можно прорашивать. Кальцинос сердца. Ну, смотрите, вот как это. Кальций скапливаетесь у нас в чайнике. Ну, попробуйте хотя бы, знаете что? Просто-напросто вот вода должна быть более мягкая. Чтоб она меньше содержала. И немножечко кислое. То есть пейте вот, там, нет, водичку с лимонным соком. Пейте, пейте там клюкву, муку, там вот такой вот с кислинкой. Так вот. И потихонечку, полегонечку начнется. А вот эти вот продукты, особенно вареные, вы должны сразу понять, как кальций туда попадает. Это, как правило, молочные продукты. Это, как правило, жесткая вода. Уменьшаем эти два параметра и начинает сердце потихонечку вот все это дело устранять. Это если только простой кальций, но с которым не вызвал чем-то там, каким-то инфекцией или еще чем-то. Это важно понимать. Принимать кальций. Дадим вопрос. И второй вопрос. Про лунный календарь. А вы знаете, я лунный календарь не делал, но я его не делал по той причине, что он стал невинтабельным, и все отказались печатать там как-то. Короче, народ очень мало стал читать, и поэтому я перестал его делать. А вот на канале я буду рассказывать. Лунный календарь вообще, если так в общем сказать, это маленький жизненный цикл, по которому следует жизнь на планете Земля. И если мы его с вами соблюдаем, вот вначале, когда мощный идет импульс и мощная приливная волна, задаем себе какие-то там, знаете, установки, параметры, что-то там хотим, вот, то этот цикл даже влияет на то, что он нам может помочь. Далее есть там неблагоприятные какие-то дни, когда желательно ничего там не делать, вот. Есть благоприятные дни, когда очень хорошо делать. Есть два дня, это 11 лунные сутки, 26-е, когда энергии столько много, что можно легко отголодать, вот. Ну и есть дни, когда можно, это, по-моему, 22 лунные сутки, изучать различные знания новые, и они тебе как-то пойдут на пользу, как-то организм их, или ум наш их воспринит. То есть, если мы с вами живем по лунному циклу, мы живем в ритмах природы, это очень важно понимать. Если мы с вами живем не по лунному циклу, то мы гребем тогда, когда идет волна, а не используем ее, когда она, знаете, отхлыла, и мы за ней там вот в море. А мы лезем в море, когда волна идет на нас, как бабахнутые силы терять. Так, еще что-то... Все, давайте последний вопрос, и мы будем заканчивать. Кальций, кальций. Кальций, сейчас кальций принимать. Вы знаете, вот что касается кальция, лично я, кратенько скажу, я, прежде чем чего-то там достичь в оздоровлении, я набил себе очень много ошибок. Раз я отголодал 18 суток и начал восстанавливаться на апельсиновом соке и на апельсинах свежих. Это было как раз вот это время, зимой. И я так отголодал, о, хорошо, думаю, о, нормально как это все-то. Вот, два дня мне потребовалось попить сок и пожевать эти апельсины, я тогда, э, а эмаль зубов слезла, они стали черными. И я думаю, вот это я-то оздоравливался. Что я делал? Значит, три недели употребления творога способствует тому, что эмаль восстановилась. То есть я думаю, что как вот кальций типа таблеток, лучше всего, чтобы это из пищи было, а именно из творога с нормальной жирностью. То есть мой практический опыт вот это подтвердил. Я специально там кальций не ем. Лучше не кальций, а калий. Он более полезен, потому что у нас переизбита кальция, который ведет к кальцинозу суставов, сосудов, сердца, отложению камней, там, почков, желчных, которые и так далее, и так далее. А у нас меньше этого, калья. Друзья мои, вообще у нас время уже все подошло к конусу. Давайте мы поблагодарим Геннадия Петровича за такую ценную информацию. И я предлагаю сделать общую фотографию Геннадия Петровича в шоке. Здравствуйте. Я вам, это, стихотворение. Вот, когда человек занимается оздоровлением, там, различные практики, то бывает так, что он даже ничего не сочиняет. А через него проходят такие слова, знаете, как будто с вами разговаривают, ну, чуть ли не Господь Бог. И вот я сейчас такое стихотворение вам прочту, и потом будем фотографироваться, и это будет очень хорошо. Значит, стихотворение. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знаний. Я корен слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие, свое, ее, селенная сеть. Источник ей любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать. Заполните все миры, где буду я, где будешь ты. Ведь я и ты, две миры этой красоты. Давайте? Мы с вами. Фотографировочка. Никто его несет, но влияет. И вот эти стихи, первый стих, который я вначале начинал, это я сам численно хочу. Раз, два, три, четыре. И пять. Итак, посмотрите, вот там вот фотограф, смотрим. Да, давайте. Прекрасные, дамы мужчины, все сфотографировали. Все смотрим на нашего фотографа. Сначала на него. Владимир Солдатов его зовут. Веселый фотограф. Крытая реклама. А теперь посмотрели на Геннадию Петровича такими глазами. Ой, какой он классный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!